Здравствуйте! Это программа «Неделя города» о главных новостях. Пятница и уходящая неделя расскажут мои коллеги и я, Дина Исляева. Почтили память погибших. Рязань присоединилась к акции «Керчь, мы с тобой». Помогают раскрывать сложные преступления. Профессиональный праздник отмечают криминалисты Следственного комитета. Начали устанавливать. В лесопарке все же появится детская площадка. Во многих регионах страны в этот день проходят акции памяти «Керчь, мы с тобой». В Рязани, в кафедральном христорождественском соборе Кремля, верующие собрались на панихиду. Жители принесли цветы и зажгли свечи на площади Ленина. Напомню, ЧП в Керчи произошло 17 октября. Студент взорвал в здании колледжа самодельную бомбу и открыл стрельбу из ружья, после чего покончил с собой. 21 человек погиб, около 50 ранены. Происшествие, которое изначально назвали терактом, позже переквалифицировали на часть 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. То есть убийство двух и более лиц общеопасным способом. Вечером того же дня, 17 октября, взрывотехники нашли в колледже второе взрывное устройство. К вечеру его удалось разминировать. Других взрывных устройств и оружия обнаружено не было. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что следствие проверит, находился ли молодой человек, устроивший стрельбу в Керченском колледже, под чьим-то влиянием. Что касается студентов Керченского колледжа, где прогремел взрыв, то их переведут в другие учебные заведения. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства просвещения. По информации Министерства здравоохранения Республики Крым, в эпицентре катастрофы работали 9 бригад скорой помощи. Было развернуто 8 операционных в медучреждениях Керчи, 2 операционные в Ленинской ЦРБ. В Крыму объявлен трехдневный траур. После трагедии в Керчьи в учебных заведениях России усилят меры безопасности. Об этом сообщает Министерство просвещения. Меры примут в течение нескольких месяцев во всех средних и среднеспециальных учебных заведениях. Трагедия, которая потрясла город Керчь, эхом разнеслась по другим регионам. Панихида по погибшим в Керченском политехническом колледже прошла в Валаамском монастыре 18 октября. В главном Спасо-Преображенском соборе на скитах и подворьях монастыря служили панихиды по почившим. 19 октября в Кафедральном соборе Рязани также прошла заупокойная служба по погибшим. В настоящий момент во многих городах страны проходят траурные акции. Жители приносят цветы и игрушки к мемориалам в память о погибших. Мероприятие прошло и в Рязани в пятницу 19 октября. Оно носило символическое название «Керчь, мы с тобой». Принять участие мог любой желающий. Выразить соболезнования родным и близким погибших. Почтить память почивших. Каждого человека сюда привело что-то свое, глубоко личное. Мы узнали из соцсетей и приехали. Если это общественная инициатива, то мы тоже скорбим. Как не принять, если это наши сограждане? Я даже не знаю, что здесь сказать, честно говоря. Я вчера ходил в храм, поставил свечку. Поблагодарил Бога, конечно, что моя сестра не училась в этом колледже. Но я понимаю, что есть также родители, дети, чьи погибли. И это просто прискорбно. Как и все, мы, наверное, поддержим Керчью. Очень жалко ребяту, само ребенок. Поэтому поддерживаем весь Керчью и скорбим вместе. Поэтому пришли. Это наша обязанность, наши дети. Люди приносили цветы, ставили свечи и лампадки. Все разного возраста и социального статуса. 19 октября они пришли на центральную площадь города. Чтобы еще раз сказать, вы не одни. Мы разделяем вашу беду. К сожалению, назвать мероприятие массовым нельзя. В будний день пришло несколько человек, которые, возложив цветы у памятника, расходились. Никакой минуты молчания в этот день не было. Просто обычные граждане, которые выразили свою поддержку, возможно, так необходимую в эту минуту. Валерий Седов, Станислав Кудряшов. Телекомпания. Город. Свой профессиональный праздник отмечают следователи-криминалисты. Сама служба появилась при прокуратуре еще во времена СССР в 1954 году. После образования Следственного комитета служба криминалистики, как структурное подразделение, перешла в его состав. Как криминалисты помогают раскрывать преступление в нашем следующем сюжете. Эксперты-криминалисты приступают к работе, когда преступление совершено в условиях неочевидности. Иными словами, без экспертиз его не раскрыть. В этот раз поступило сообщение, что в заброшенном доме обнаружен труп мужчины. Следователь-криминалист Сергей Личинин, приехав на место, начинает осмотр. Со стены берутся пробы вещества, похожего на кровь. Проверяется, есть ли отпечатки пальцев на посуде и других предметах. Данные следы, в случае их накаждения, мы можем перенести на дактилоскопическую пленку. И впоследствии их проверить по федеральной базе следов рук. И вполне возможно, у нас будет совпадение. Следователи-криминалисты могут найти следы преступления даже в темноте. Для этого используют источник экспертного света. Он помогает увидеть следы, которые невооруженным взглядом не обнаружить. В этот раз объект исследования одежда. Это может быть как пот, следы крови, следы спермы. Невооруженным взглядом их не видно, но непосредственно под этим светом их хорошо отчетливо видно. Эти следы мы можем сделать вырезы данного объекта и направить на производство молекулярной генетической судебной экспертизы. Этот выезд был тренировочным, но даже здесь, в пустом здании, криминалист смог отыскать отпечатки и биологические следы, которые можно проверить по базам данных. Такие находки на месте преступления помогают отыскать людей, так или иначе связанных со случившимся. Осмотр мест происшествия занимает определенное время. Производство судебных экспертиз, опять же, занимает определенное время. И впоследствии проверка по федеральным базам, это также какое-то определенное время. Если все сложится удачно, то в течение суток-двое возможно установить следствия. За примером далеко ходить не нужно. Недалеко от этого места два года назад на свалке нашли труп мужчины, личность которого установить не удалось. На место выехали криминалисты следственного комитета. Мы выявили в его квартире незначительные следы, причем замытые крови. Данные следы были изъяты нами. И впоследствии проведенной судебной экспертизой было установлено, что эти следы крови принадлежат нашему погибшему. Мы предъявили данные сведения лицу, проживающему в данной квартире. И он после этого сознался, что действительно совершил убийство данного мужчины. Это не единственный случай. Благодаря применению криминалистической техники в этом году были получены доказательства, подтверждающие виновность лиц по 166 преступлениям. Дина Исляева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Должны были сделать еще летом. Работы начались только сейчас. Детская площадка в лесопарке все же появится. Установить оборудование обещают через неделю. Мария Рудая продолжит. Марина Новикова часто гуляет с двухлетним внуком Александром в лесопарке. Уголок природы рядом с домом. Единственное, чего не хватает этому месту. Детской площадки, считает женщина. Ждем, когда здесь будет площадка, и вот этот молодой человек будет здесь гулять. Лишь только дождался, а то вырастет. Большой будет пока построят. Ждем, ждем. Лучше поздно, чем никогда. Детскую площадку должны были построить еще летом. Но по каким-то причинам уголок для отдыха подрастающего поколения так и не появился. Работы начались только сейчас. Пока здесь горы песка и расчищенные места для фундамента. Качели и карусели находятся в разобранном состоянии. Рабочие нас заверили, детская площадка в лесопарке появится уже через неделю. К слову, на ее строительство было выделено порядка трех миллионов рублей. По крайней мере, такую цифру обнародовали СМИ. Также интернет-медиа сообщили причину задержки строительных работ со ссылкой на администрацию города. Все оказалось прозаично, помешала плохая погода. Поэтому работы по благоустройству начались только сейчас. Здесь будет асфальтовое покрытие, потом будет специальное покрытие, детское мягкое покрытие. И будут установлены детские карусели. Детские карусели, скакалки, канатная дорога. Ну, все, чтобы наши дети развлекались. В выходные дни Антон Гущин с сыном Арсением любят погулять в лесопарке. Центр уличного спорта под мостом они уже оценили. Им там нравится. Теперь ждут, когда появится детская площадка. Только плюсы, что облагораживают территорию и привлекают молодежь к здоровому образу жизни. Хорошо, как бы, все правильно для детей, все для детей. Несмотря на то, что скоро наступит зима, рабочие уверяют и детям, и взрослым здесь найдется занятие. Интересно будет всем, независимо от времени года. Зимой здесь будет резиденция Деда Мороза. Планируется построить резиденцию Деда Мороза. Она переедет сюда с улицы Почтовой. Здесь будет стоять елка большая. То есть Дед Мороз, снегурочка, снеговики, различные развлечения. То есть всех призанцев ждем здесь в лесопарке. Горожане уже с нетерпением ждут, когда в лесопарке появится место для детского отдыха. Главное, что совсем скоро досуг ребят самого разного возраста станет интереснее и разнообразнее. Мария Рудая, Игорь Глотов, телекомпания «Город». 19 октября отмечается Всероссийский день лицеиста. Именно в этот день в 1811 году открылся Царско-сельский лицей. Одним из первых его выпускников стал поэт Александр Пушкин. Чем живут рязанские лицеи и чем они отличаются от общеобразовательных школ, выясняла Галина Кудряшова. Без телесных наказаний в 19 веке подход к образованию Царско-сельского лицея был новаторским. Современная школа многое переняла у него. Например, день встречи выпускников вырос из дня лицеиста. Появились классы с углубленным изучением предметов. Современное лицейское образование по-прежнему ценится. 2018 год стал для нас значимым. Наш лицеист стал призером на Всероссийской олимпиаде школьников по технологии. Занял призовое второе место. Лицеисты наши входят в десятку лучших школ ежегодно по количеству призеров. 52-я школа стала лицеем почти 30 лет назад. До сих пор она одной из первых в регионе. Внедряет новшества, которые разрабатывают федеральные эксперты и рекомендует Министерство образования. Основным отличием является и наличие собственной учебной программы с углубленным изучением математики и второго иностранного языка. У нас профильные классы. У нас очень много углубленных предметов, которые затрагивают очень большое количество часов. Мне кажется, что учиться в лицее достаточно сложно, так как здесь большое разнообразие предметов и достаточно много домашних заданий. Но мне очень нравится в этой школе. Учиться именно для меня не сложно. Какие-то предметы есть любимые, есть и нелюбимые предметы. Но, больше всего, я люблю тоже математику, ИЗО, русский, литературу. Учиться очень даже легко. Но если знаешь именно этот предмет. Я считаю, что здесь сложнее учиться, задают больше предметов. Предметы сложнее и программа более сложная, чем в обычных школах. Лицей номер 52 является опорной школой Рязанской области по внедрению финансовой грамотности. Здесь стали обязательными для изучения такие предметы, как основы предпринимательской деятельности и экономика, которые редко встречаются в общеобразовательных школах. Это помогает тщательно готовиться к поступлению в профильные вузы. Это и Грецу Александра, которая сейчас является студенткой высшей школы экономики. Она дважды была призером заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по экономике. Это и Киселев Алексей, который сейчас является уже преподавателем высшей школы экономики. Однако, если в 19 веке в лицеях обучали будущих чиновников, то сейчас здесь можно получить классическое образование. И принципиальной разницы между лицеистами и активными школьниками нет. Они на равных соревнуются на олимпиадах и имеют равные шансы на поступление. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Теперь к итогам недели. Без торжества и перерезания красной ленточки в Рязани полностью открыли движение по Солочинскому мосту. Ремонт продолжался 4 месяца. Все работы завершили раньше планируемого срока. Но водители этому не рады. Наша съемочная группа выяснила, почему их не устраивает качество нового покрытия. От деревянных перегородок не осталось и следа дорожных рабочих, которые так привычны взгляду рязанскому водителю, теперь тоже нет. Движение по мосту через Аку открыто. Кажется, таким свободным движение по мосту через Аку не было уже давно. Сейчас открыто по две полосы в каждом направлении. Теперь водителям при планировании своего маршрута не нужно учитывать часовую пробку через Солочинский мост. И хоть для автомобилей дорога стала свободной, качеством ремонта довольно не все водители. Получилось проехать через новый отремонтированный мост через Аку? Да, получилось. Ну и как качество ремонта, как мост? Ну, оставляет желать лучшего, на мой взгляд. А почему? Ровность дороги. Ну, радует то, что открыли, а так не очень. А вот почему не очень? Ну, потому что все волнами едешь, и как бы в холодильнике стирали. Не аккуратно. Ну, я бы не сказал, что так гладко, а так нормально. По сравнению, как раньше, то лучше, но так, что-то там были какие-то неровности по правой стороне, как если в Солочи ехать, то как-то это, что-то, может, некачественно, что-то положили, или, может, доделают, не знаю. Министерство транспорта региона заявило, что в настоящий момент ведутся активные работы по исправлению неровностей. По словам представителей подрядчика, на движение транспорта работы никак не повлияют, ведь проходить они будут не в час пик. Перекрывать всю полосу не будут, только небольшие участки с неровным покрытием. Всего дополнительные слои будут нанесены на шесть таких участков. Ориентировочный объем каждого – около 20 квадратных метров. В настоящий момент рабочие с помощью ручного инструмента счищают поверхность и готовят ее к укладке дополнительного слоя. После начнется непосредственно сам процесс нанесения покрытия. Через два часа дополнительный слой высохнет и движение откроют. Стоит отметить, что уложенное новое полимерное покрытие – это не только дополнительный слой, но и защита старого бетонного основания. До реставрации на мосту был бетон, на котором проводили только ямочный ремонт, и все неровности были не так заметны. Они терялись среди других ям и выбоин. Теперь при реставрации моста через Аку крупные ямы заделали, а сама неровность бетона осталась. Новый слой полимерного покрытия лег на него словно одеялом, выделяя каждую шероховатость. Теперь задача подрядчика – такие крупные изгибы полотна убрать. Начальник отдела мостов и искусственных сооружений управления автомобильных дорог Рязанского Минтранса Алексей Горлов рассказал, что мост через Аку примут у подрядчика только в следующем году. Чиновник сообщил, что ранее работы планировали проводить два года, но подрядчик согласился сроки сократить. При этом оплачивать ремонт будут в течение двух лет, поэтому акт о приеме работ подпишут в начале 2019 года. Алексей Горлов также рассказал, что если комиссия Минтранса выявит недостатки, подрядчик их устранит. Гарантийный срок начнет исчисляться с момента подписания акта. Для асфальта он составит пять лет, для полимерного покрытия – десять. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». 24-летняя девушка погибла на пешеходном переходе. Смертельное ДТП произошло в Рязани 18 октября. Водитель не справился с управлением. Статистика по авариям на пешеходных переходах устрашающая. В регионе произошло 85 ДТП. При этом четыре человека погибли и 86 получили травмы. Подробности этой аварии шокируют. Как сообщил портал Я-62.ру, газель, ехавшая со Старообрядческого проезда, остановилась, чтобы пропустить пешехода. А ехавший следом водитель ВАЗ-2115 снизить скорость не успел. По предварительной информации, не справился с рулевым управлением. И совершил наезд на переходившую проезжую часть по нерегулированному пешеходному переходу 24-летнюю жительницу Московской области. В итоге происшествия девушка от полочных травм скончалась на месте происшествия. По факту ДТП проводится проверка. По данным свидетеля, на которого ссылается интернет-издание, водитель ВАЗ-2115 находился в непонятном состоянии. Официально эта информация не подтвердилась. В ГИБДД рассказали, о свидетельствах не проводили на месте. Но показало, молодой человек был трезвым. Эти кадры сняты во время рейда, который провели сотрудники госавтоинспекции. Водитель едва не сбил пешехода. И таких лихачей на дороге немало. Только не надо камеры снимать. А что же вы нарушаете-то? Я не нарушаю за машиной, за грузовой. Не видно было просто. Отговорка типичная для водителя. Однако по закону, если другие машины остановились на переходе, Игорь тоже должен был пропустить пешехода. Однако этого не сделал. Теперь придется платить штраф. Ответственность за нарушение правил проезда пешеходного перехода предусмотрена административным штрафом. От полутора тысяч до двух с половиной тысяч рублей. Статистика по авариям на пешеходных переходах пугающая. Если там, где есть светофоры, произошло 19 аварий, и в них 19 человек получили ранения, то на участках, где светофоров нет, произошло 85 ДТП. Четыре человека погибли, 86 получили травмы. Дина Исляева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Скандал вокруг Соборного парка набирает новые обороты. Там продолжаются работы по благоустройству, но рязанцы переживают за собственную безопасность. Ведь в темное время суток ямы и штыри, которые оставляют строители на месте, замены бордюрного камня, плохо видны. От такого благоустройства страдают и объекты культурного наследия. Археологи утверждают, на территории Соборного парка поврежден культурный слой. На архивной фотографии губернского города Рязани мы с вами видим Ильинскую церковь, Соборный колокольчик и место, где мы с вами сейчас располагаемся. И вот для сравнения, как оно выглядит сейчас. Ранее на архивной фотографии не было ни одного капитального строения. То есть культурный слой на этой территории можно признать очень хорошо сохранившимся из-за отсутствия строительства. И, к сожалению, сейчас он подлежит благоустройству, месяц его уничтожением. Строительство второй детской площадки началось в конце прошлой недели, 11-12 октября. С этой территории вывезли почти 100 кубометров исторического грунта. По словам археологов, на этой земле можно было сделать множество открытий. Эта территория с 16-17 веков входила в состав так называемого острога, то есть крепости Переславля-Рязанского. Здесь располагались жилые усадьбы. Заселение данной территории, как мы смогли установить по результатам ранее проведенных работ археологических на этой территории, началось еще в древнерусское время. Соответственно, культурный слой именно этой территории насыщен археологическими источниками со времен Средневековья и до Нового времени. Теперь в куче земли можно найти остатки археологических предметов, таких как фрагменты белокаменных кладок и осколки глиняной посуды 17-19 веков. Сейчас все это кануло в лету. Исторический грунт перемешан, свален в отвал и частично вывезен в неизвестном направлении. Искать остальные фрагменты не имеет смысла, а такие исследования могли принести свои плоды. Территория самого Кремлевского плато, где стоит архитектурный ансамбль, исследована в течение нескольких десятилетий, даже, наверное, в течение, можно считать, сотни лет. Но не всей площади. А территория, которая прилегает к Кремлевскому плато, где мы сейчас с вами находимся, исследована, конечно, намного хуже, потому что в основном внимание исследователей привлекал самый центр, само историческое ядро. Василий Конов сообщил, что эти ремонтные работы проводятся без предварительного согласования. 15 октября на место проведения работ археолог вызвал сотрудников правоохранительных органов. Прибывший отряд Росгвардии совместно с участковым зафиксировал все выявленные нарушения. Культурный слой данной территории входит в границу даже не одного, а двух объектов культурного наследия и имеет статус федерального значения. То есть на этой земле историко-культурного назначения земляные работы должны проводиться исключительно по согласованию с Государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия Рязанской области. Право уничтожать культурный слой в процессе проведения земляных работ нет ни у кого. Рядом со строящейся детской площадкой есть и новая. Она появилась еще в начале осени, и каждый день здесь гуляют родители вместе с детьми. Соборный парк превращается в то место, где можно провести время всей семьей. Днем прогуляться по красивому месту и поиграть на площадке, а ночью пройтись по красиво освещенному историческому памятнику. Ремонтные работы в парке продолжаются. В настоящий момент подрядчики меняют бордюрный камень. Для его ровной установки рабочие при помощи шнура, натянутого между забитыми в землю штырями, размечают ровную линию. Работы проводятся на центральной аллее. И чтобы попасть на детскую площадку, посетителям парка придется пройти через этот опасный участок. Дети гуляют, они бегут, могут напороться, пораниться. Малыши могут изопнуться, сейчас тем более листва не видно. Взрослый человек, много же пожилых еще гуляет, людей, они тоже могут это не заметить. Действительно тяжело смотреть в такой ситуации. Вот они бегают, раз, набежал, не дай бог, что случится. Так что я думаю, это вопрос, как надо решать. Недалеко от детской площадки точно такие же штыри, обтянутые яркой лентой. Это сигнал родителям, здесь зона повышенной опасности. Почему подобным образом нельзя оградить растяжки под бордюрный камень, для них остается загадкой. Ведь вариантов, как обезопасить местность, можно придумать очень много. Может какие-то знаки поставить, да? Может какие-то, не знаю, там, ставят как на дорогах, или какие-то даже, как дорожные знаки. Ну какие-то, может быть, хотя бы ленты повесить, чтобы было видно, чтобы дети знали, что опасности родители тоже видели, или что это не просто голые железки торчат там, а что это помечено, что будьте внимательны, аккуратны. Может какие-то светоотражающей пленкой все это дело обозначать. То есть всегда найдутся какие-то либо способы. Вот деревья же нашли способ, как подсветить, так и штыри можно подсветить. Пока же родители и гостей города просят проявлять бедительность, чтобы прогулка принесла только положительные эмоции. Валерий Седов, Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». И самый большой улов недели. Рыбу весом почти 50 килограммов выловил житель села Полян и Ваке. Это большая удача. Толстолобика Алексей Макаров поймал на обычный спиннинг. На рыбалку Алексей Макаров уезжает в 5 часов утра. Место всегда одно и то же, а река Акан. С утра Алексей варит кашу, потом переодевается, берет спиннинг и ящик для рыбацких принадлежностей. В прицепе – моторная лодка. Сама рыбалка начинается рано. На моторной лодке Алексей выплывает на середину реки, прицепляет к спиннингу воблер и наступает сам процесс. Мужчина рассказал, что в основном рыбачит троллингом, то есть забрасывает воблер, который опускается на глубину. Но 6 октября выдался день необычный. Я как раз там разворачивался, там широкое место, разворачивался, развернулся, а он мне – хоп, спиннинг. Ну, думаю, зацеп, потому что зацепов много. А потом гляжу, у меня дыргается, думаю, что-то есть ли он. Вот сначала вроде как спуссовался, но потом потихонечку. Алексей рассказал, что подобная ситуация уже происходила ровно год назад. Тогда, казалось, он тоже поймал крупную рыбу и удил ее очень долго. Вот только в тот раз плетенка угодила между веслом и лодкой и порвалась. Теперь рыбу Алексей отпускать не захотел. Начинался процесс изматывания добычи. Мужчина отпускал рыбу, а затем снова и снова подводил к себе. Спиннинг и плетенка Алексея рассчитаны максимум на 30 килограмм. Поэтому действовать надо было медленно. Как назло, из-за поворота показалась баржа, а лодка мужчины стояла как раз у нее на пути. Алексей начал медленное движение к берегу. Там пришли на помощь другие рыбаки. Мы сначала не поймем, что это вообще, потому что захвозжи пойманы. Ну, правда, там поопытнее, видать, мужики. Сразу один говорит, что это толстолобик. Ну, еще маленько ее подтянул, подтянул, спиннинг передал. И сам уже пошел за жаброй его и на берег вытащил. Алексей ловил толстолобика два часа, полтора часа в воде и полчаса на берегу. Вытащив рыбу, с трудом погрузил ее в лодку. После того, как подплыл к машине, надо было переложить рыбу в прицеп. Алексей признался, что в процессе упал несколько раз. Дома его ждали родственники. Первым делом в рыбу взвесили – 49 килограммов. Если бы я не видел своими глазами, я бы не поверила. Правда, честное слово. Он ловил больших рыб, щук ловил больших. Ну, чтоб такую. А после начался долгий процесс разделки. А родственники признали, что заняло это около трех часов. В итоге получилось 10 стейков по 2 килограмма каждый. Вот такая вот чешуя была большая. Тут все очистено. Вот кости. Вот, представляете, какие кости здесь вот громадные, как у мамонта. Аппетитная рыба привлекла внимание кота семьи Макаровых. Лидия рассказала, что толстолобика все уже попробовали. Пробовали, пробовали. У снахи был день рождения как раз, и мы запекали ее в этом. Ну, понимаете, я думала, все-таки рыба такая. Может, она и по возрасту. Я же ведь не понимаю. Может, она и, как сказать, уже старая. Я говорю, какой же вкус. Ну, вообще сладкая, вкусная невозможная. Даже никакого запаха нет. На дачном участке у семьи Макаровых обустроено абсолютно все для готовки рыбы. Здесь стоит коптильня и мангал. По словам Лидии, ее муж рыбачит практически каждые три дня. Возвращается с работы, день готовится, а потом в путь. До 6 октября Алексею попадались крупные рыбы. Например, судак весом 8 килограммов. И щука на 11 килограммов. Теперь в эту коллекцию добавится еще одна голова толстолобика, которая весит 12 килограммов. Просто удача какая-то, я не знаю, может, сам Всевышний пасал. Такой он же не хищник толстолобик. Это вот надо ему вот. Клыл он рядом. Он, видать, хвостом махнул и попал под него. Крючки острые. Прямо за хвость зацепился. Останавливаться на такой добыче мужчина не планирует. Завтра снова на рыбалку. Правда, говорит, поймать хотя бы пару щук. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Это были главные новости уходящей недели. Еще больше информации вы сможете найти на нашем официальном сайте город62.tv и в группе в социальных сетях. Я с вами на этом прощаюсь. Хорошего отдыха и до встречи в эфире. Мама спит. Она устала. В пробках два часа стояла. До работы далеко. Добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустно мне бывает. Потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас. Переезжаем в Еврокласс. Это в центре. Здесь все рядом. Всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok